литература и история всегда шествует параллельно литература предчувствует пожар истории вспомним лермонтова настанет год россии черный год когда царей корона упадет забудет черн к ним прежнюю любовь и пища многих будет смерть и кровь предсказания или пушкина он говорил о временах грядущих когда народы распри позабыв великую семью соединяться мы жадно слушали поэта он между нами жил писатели и поэты как чуткий локатор улавливали те настроения которыми жила россия рубежа 19 20 столетий различной психологии писателей их внутренний мир их мировоззрение их политические симпатии и антипатии но всех объединяет предчувствие перемен грандиозных катаклизмов тревога за любимое отечество чувство ответственности за общую судьбу стремление выразить себя найти для этого нужную форму стремление хотя бы отчасти повлиять на общую судьбу словом и делом все это вызвано большим чувством любви к родной земле и в этом преемственность литературой ушедшего 19 века повторим историю мысли рубежа 19 20 веков три основные политические платформы за монархию за буржуазные реформы за пролетарскую революцию за перестройку сверху за социальный переворот вызванный действием новых законов ратовал столыпин за перестройку снизу за непримиримую борьбу классов то есть за пролетарскую революцию выступал ленин не только катастрофу предчувствовали многие литераторы философы вместе с перестройкой мира грязели они и о возрождении россии о преображении человека русская литература изначально гуманистическая путем спасения человека считала его внутреннее самосовершенствование то есть не сверху не снизу а изнутри и вместе с человеком преобразуется жизнь вокруг если литературу 19 века называют золотым веком русской литературы то рубеж и начала 20 века назван серебряным веком живописью серебряного века украшен наш урок это картины михаила врубеля михаила нестерова константина коровина валентина серова константина сомова таким образом мы видим что веяние времени коснулись всех видов искусства расстановка литературных сил такова литература второй половины 19 века проза тургенев чернышевский гончаров салтыков щедрин достоевский лесков драматургия отец русского театра островский поэзия тютчев некрасов фед алексей константинович толстой литература конца 19 начала 20 века серебряный век русской литературы расстановка литературных сил такова сторонники традиции русской классической литературы лев толстой антон чехов иван бунин максим горький символисты александр блок андрей белый вячеслав иванов акмиисты николай гумилёв анна ахматова осип мандельштам футуристы владимир хлебников владимир маяковский русский авангард марина цветаева христианские поэты сергей есенин николай клюев писатели вне школ владислав ходосевич максимилиан волошин и все писатели все поэты в это переломное для россии время болели душой о судьбе родины каких бы взглядов они не придерживались кратко рассмотрим обозначенные литературные течения сторонники традиций русской классической литературы лев толстой осознавая что вера без дел мертва грех барской жизни искупал самоотверженным трудом и даже конечным своим уходом из ясной поляны в 1910 году антон чехов не имел четкой политической программы однако он все свое творчество посвятил духовному раскрепощению и освобождению человека иван бунин глубокий и тонкий психолог ему первому была дана нобелевская премия за правдивый артистический талант с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер в 1933 году максим горький в раннем творчестве воспевает босика понимает и любит красоту мысли по мнению иннокентий анинского символисты в основе поэтики символизма лежал символ который понимался как условный знак как намек на какую-то тайную сущность на мир иной в противоположность объективному миру миру земной ю доли главное у всех символистов понимание человека и своей родины ее культуры рассмотрим кратко центральную фигуру русского символизма александра блока александр блок создатель пророческих стихов о судьбах россии поэма 12 и пронзительных стихов любви к отечеству блок в своей автобиографии писал о своих стихах лирические стихотворения все с 1897 года можно рассматривать как дневник позже в 1916 году блок выражает глубокую тревогу за родину коршун чертя за кругом плавный круг над сонным лугом коршун кружит и смотрит на пустынный луг в избушке мать над сыном тужит на хлеба на на грудь соси расти покорствуй крест неси идут века шумит война встает мятеж горят деревни а ты все таш моя страна в красе заплаканной и древней доколе матери тужить доколе коршуну кружить одна тысяча девятьсот шестнадцатый год акмеизм в переводе с греческого значит высшая степень чего-то цвет цветущая пора акмеисты провозгласили самоценность каждого явления она ахматова и другие футуристы поставили своей задачей отрицания классической литературы а также правил языка их цель выразил владимир маяковский самый талантливый из них стать делателем собственной жизни и законодателем для жизни других русский авангард в переводе с французского авангард означает передовой отряд прежде этот термин применяли только военные литературный авангард марина цветаева экспериментирует в области формы литературного произведения совокупности жанров и стилей знаменем авангарда в живописи является черный квадрат казимира малевича крестьянские поэты группа русских поэтов серебряного века крестьянского происхождения они противопоставляли себя поэтом интеллигентом культивировали крестьянский быт одежду среди крестьянских поэтов сергей есенин главная черта его поэзии лиризм половодье чувств самовыражение лирического героя автобиографичность горячая любовь к родному краю в творчестве есенина в наивысшей степени воплотилась крестьянская русь то задумчивая то удалая то грустная то радостная и богомольная странническая монастырская литература русского зарубежья после революции 1917 года русская литература разделилась часть писателей волей или неволей эмигрировала из россии не принимая пролетарской власти оторванные от родных корней писатели чувствовали неизбывную тоску по родине так русская литература разделилась на два потока литература советской россии и литература русской эмиграции многие писатели не выдержав чужбины вернулись домой на родину а в советской россии развивалась уникальная литература, полная энтузиазма, веры в человека, но была и литература, критически осмысливающая свершившиеся в стране события. Произведения, критикующие советскую действительность, отечественные и эмигрантские, были опубликованы в последней четверти 20 века. Так воссоединилась русская литература. Вывод. О чем бы ни пела душа русского поэта или прозаика, это все озарено светлым чувством любви к родному краю, к милой душе, родине. Как бы ни сложилась судьба, душой мы все возвращаемся к ней с благодарными словами. Вспоминая Некрасова. Все рожь кругом, как степь живая, ни замков, ни морей, ни гор. Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор. Тишина. 1857 год.